Все участники сегодняшнего нашего первого мероприятия, третьего дня Московского международного салона образования дошкольного кластера на месте, мы можем начинать. Сегодня мы начинаем наш день с очень серьезной и, наверное, самой ключевой проблемы, которую вообще можно в ряду проблем, которая решает сегодня дошкольное образование, которую можно поставить в рейтинге проблем на первое место. Это профессионализм и личность педагога. Какие бы прекрасные программы ни были написаны, как бы мы их прекрасно не интерпретировали и не модернизировали под собственные потребности, как бы чудесно мы не знали педагогику и психологию. Если в детском саду нет профессионального педагога, если в детском саду нет профессионального воспитателя, к сожалению, жизнь детского сада будет выглядеть, скажем так, неэффективной. Следовательно, из всех тех условий, которые федеральный государственный стандарт предъявляет к реализации программ, на первом месте я бы поставила, и вы, коллеги, и мои коллеги-спикеры меня поддерживают, я бы поставила, конечно, кадровые условия. Вот сегодня мы и поговорим о личностном росте педагога, о профессиональном росте педагога, о том, как должен развиваться педагог, какая траектория развития, годится или не годится непрерывное образование для педагога, или достаточно проходить повышение квалификации один раз в три года, а ранее это было один раз в пять лет. И если все-таки раз в три года, то что конкретно мы ждем от тех курсов, от тех семинаров, от тех вебинаров, которые с нами проводят образовательные организации дополнительного образования, образовательные организации, имеющие лицензию и так далее. Те организации, которые берут на себя смелость проводить повышение квалификации с вами, с педагогами. Разрешите мне представить моего коллегу-сомодератора Шияна Игоря Богдановича Московский городской педагогический университет. Он сегодня будет со мной сомодерировать дискуссию. И наших спикеров Майор Алексей Александрович, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики начального и дошкольного образования, Государственного гуманитарно-технологического университета, прошу любить и жаловать, Скоролупова Оксана Алексеевна, вице-президент по дошкольному образованию Институт мобильных образовательных систем, Бакадорова Ирина Юрьевна, руководитель направления дошкольного образования и раннее развития Рыбаков фонд, и Гризик Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, главный редактор журнала «Дошкольное воспитание». Ну и по-прежнему третий день с вами я, волосовец Татьяна Владимировна, директор Института изучения детства, семьи и воспитания. И мне хочется передать микрофон первому спикеру Оксане Алексеевне Скоролуповой. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Но на самом деле спикеров будет два. Мы с Алексеем Александровичем решили составить одну презентацию, и у нас лекция вдвоем. Эта форма работы называется так. Но перед тем, как мы начнем, уважаемые коллеги, мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что наше мероприятие называется интерактивная сессия. То есть оно требует не только выражения нашего экспертного мнения, но и вашего активного участия, чего мы, собственно говоря, от вас и ждем. Мы на сегодня обозначили пять основных вопросов для обсуждения. Вот они на экране. И попробуем вместе с Алексеем Александровичем, с Татьяной Ивановной, с Ириной Юрьевной представить тот взгляд на систему педагогического образования и на систему повышения квалификации, на то, как они должны работать в настоящее время, чтобы обеспечить те кадровые условия. И вторая важнейшая группа условий для реализации нашей программы, обозначенной в стандарте, психолого-педагогические условия, чтобы наши педагоги были в силах, были способны эти условия обеспечить. Итак, пять основных вопросов. Алексей Александрович. Уважаемые коллеги, доброе утро. Первый вопрос мы адресуем к аудитории. В первую очередь, зачем учить? Зачем педагогу, в первую очередь дошкольнику, мы сегодня про него говорим, повышать свою квалификацию? Если есть короткие реплики из зала, мы готовы их выслушать, чтобы начать нашу дискуссию. Кто хотел бы высказаться? Кто живет с этой мыслью и до сих пор не может разрешить вопрос? Мы предполагаем, что у человека есть базовое образование. Он окончил педагогический колледж или пединститут. Зачем ему еще необходимо учиться, повышать свою квалификацию? Для меня вопроса нет. Зачем? Я работаю в дошкольном образовании почти 25 лет уже и понимаю, что воспитатель не может один раз получить образование и на этом остановиться. У нас наша текучка, скажем так, постоянная наша деятельность, она занимает мозг круглосуточно. И если не подниматься над текучкой и не думать о том, что глобально какие цели я преследую, если воспитатель не задает себе таких вопросов, это скатывается к присмотру и уходу. Спасибо большое за высказанное мнение. Спасибо. Еще? У нас должны быть ассистенты в зале, насколько я понимаю. И мы можем обеспечить свободный микрофон. Педагогу надо образовываться всегда, чтобы развиваться в ногу со временем. Так как новое поколение, прогресс, инновационные технологии, где нужно придерживаться современному миру. Поэтому нужно педагогу обучаться всегда. Спасибо. Учить нужно за тем, чтобы… Да. Зачем? Затем, чтобы современный педагог был интересен современному ребенку. Это очень четкая красная линия на сегодняшний день. Современный педагог современному ребенку. Вот и все. Спасибо. Еще? Сейчас, микрофон. Вот сюда, будьте добры. Коллеги, а если бы вы еще называли свое имя и город, откуда вы приехали, вообще было бы прекрасно? Полякова Валентина, Волгоград. Но учиться нужно для того, чтобы постигать новые инструменты какие-то, новые методы работы, которые позволят увеличить эффективность этой самой работы и достичь поставленных результатов. Знания есть, умения есть, инструментов не хватает. Знания есть, методов, да, инструментов. Вот именно реальных инструментов, возможно, кем-то уже опробированных. И опыта. Хорошо, спасибо. Так, коллеги, давайте подведем некую черту. Мы сказали три основных вещи. Чтобы изменяться самому, чтобы соответствовать запросам изменяющегося дошкольного образования. И самое главное, чтобы овладевать теми технологиями и техниками, которые позволяют переходить от педагога прежнего к педагогу будущего, так скажем. Это очень важно. И на самом деле вопрос не праздный, потому что большинство педагогов сегодня вместо вопроса «зачем?» отвечают «почему?». Почему я учусь? Потому что половина всегда говорит «меня послали». Ну, в смысле учиться послали ее, да. А вот так, чтобы по зову сердца самой, самому иногда нужно выбирать. Поэтому переходим ко второму вопросу с пониманием, да. Давайте дальше посмотрим, где учиться на предмет того, где лучше. Мы сейчас выскажемся, а потом аудитория просто проголосует, да, за первую позицию, за вторую или за третью. Вот каждый для себя пока выбирайте ситуации, чтобы мы тоже посмотрели срез от Волгограда до… Перми. Да? Практически по всей России, если будет такая возможность. Замечательно. Пожалуйста, если кто-то выскажется, да, по первому пункту из присутствующих. Вы знаете, коллеги, вот мы предложили три варианта, да, три основных формы осуществления образования, я бы сказала сейчас, в настоящее время, и повышение своего уровня образовательного. Это формальное, неформальное и информальное образование. Ну, прежде всего, формальное образование, которое осуществляется в стенах какого-то конкретного учреждения, и это учреждение имеет право реализовать образовательную программу, имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по повышению нашей педагогической квалификации. Образование осуществляется специально подготовленным персоналом, и обязательно есть система в этом образовании, есть утвержденная программа образовательная, программа повышения квалификации, и обязательно мы получаем документ государственного образца. Самая распространенная на сегодня и одна из самых, я бы сказала, востребованных именно по формальным признакам, не по качеству этого образования, потому что качество формального образования зачастую многих педагогов не устраивает, но устраивает то, что по окончанию мы получаем документ государственного образца. А этот документ, опять-таки, формальной системе подтверждения своей квалификации крайне важен в той же системе педагогической аттестации, которую проходят сейчас все наши педагоги. Есть желание высказаться? Да? Ну, пожалуйста, прошу вас. Мухина Александра, Северск, Томской области. Я просто как раз в этой теме много лет работаю, и у меня уже четкий вопрос. Все три позиции обязательно нужны, формально обязательно. Мы просто, я как заведующая, я не могу взять человека на работу, если у него диплома нет. Первое. Неформальное образование – это наши курсы, семинары, то, что постоянно… Это помогает в тренде быть, свежее все получать. Не то, что там 25 лет назад я получила в Иркутском институте, а постоянное развитие. И неформальное. Вот сегодня у нас неформальное образование. Мы сегодня в профессиональном сообществе, и это позволяет обмениваться мнениями и выкристаллизовывать свою позицию. Спасибо. Спасибо большое за высказанное мнение. У нас есть еще одна поднятая рука в заднем ряду. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Елена Катачигова, Ярославль, Институт развития образования. Я к тезису спикера, что предъявляют претензии к вот этому самому формальному образованию, якобы кто-то сказал, что оно какое-то плохое. Коллеги, наверное, я ко всей аудитории. Наверное, пора нам вот не по принципу кто-то где-то сказал, а имеем ли мы серьезные исследования, если сказал недоволен, то именно чем? Потому что если мы будем огульно просто предъявлять, вот оно плохое такое образование, которое давным-давно было, то, наверное, мы никуда и не продвинемся. Я к нам ко всем вместе взятым, а давайте посмотрим, где у нас точки роста, где у нас несовершенство. Это должно быть исследование, а не просто эмоциональное высказывание. Спасибо за ваше мнение, Игорь Богданович. Да, если можно, я прокомментирую, во-первых, сюда же. Скажу, что вообще такое исследование очень трудно провести, потому что у меня есть некоторый опыт здесь. Конечно же, если впрямую спросить у воспитателя, то подавляющее большинство отвечает, что довольны и всем. Поддерживаю саму идею такого исследования. Может быть, здесь это родится, какой-то его формат. Но действительно, это очень нужная и важная вещь. Хочу сказать еще про две, на мой взгляд, важные позиции. Во-первых, мы должны понимать, что педагог занят. Ну, скажем так, очень большое количество времени в сутки, в неделю. И у него достаточно напряженный график работы. В этом смысле, мне кажется, очень важно создавать условия на рабочем месте для того, чтобы педагог находил такую возможность, для того, чтобы у него появлялось это время. Второй момент – это вообще-то мотивация. Мы понимаем, что если там, где есть документ установленного образца, слава богу, уже не государственного, и как бы сейчас у образовательных организаций есть большая гибкость в том, какие документы они принимают в качестве документа о повышении квалификации формальной, но мы понимаем, что если без каких-либо документов, то вообще должна быть очень сильная мотивация, должно быть понимание необходимости собственного профессионального развития, которое закладывается с одной стороны в том же университете или должно закладываться или в колледже и поддерживаться на рабочем месте. И третий сюжет, мне кажется, он тоже важный. Это относительно как раз-таки этих неформальных форм повышения квалификации. Это вообще-то поддержка на региональном уровне лучших образовательных практик. Тех мест, куда мы можем пригласить педагогов, тех мест, куда люди готовы прийти, увидеть, как это все работает в жизни, а не находясь в стенах аудитории, пусть самой прекрасной, оборудованной. Вот, к сожалению, насколько я понимаю, сейчас это, ну так мягко скажем, не большинство образовательных программ дополнительного профессионального образования так работает. Спасибо большое. Будьте добры, в центр зала микрофон. Тихонова Елена Александровна, город Одинцово, Московская область. По поводу формального образования. Я столкнулась с этим еще в самом начале, когда пришла на эту должность, направляя своих педагогов на эти курсы повышения квалификации. Существует такой определенный реестр в институтах повышения квалификации, которые я сначала своим педагогам раздавала, и они выбирали интересующие курсы, которыми они с удовольствием бы посетили и приехали. Но мы столкнулись с тем, что на такие курсы очень редко педагогов приглашают. Приглашают в основном на теоретические курсы, а на те методики, технологии, которые их заинтересовали, педагоги, к сожалению, не так часто попадают. Поэтому на формальное образование, вот этот тезис, да, есть минусы, многие отказываются ездить. И выбирают другие варианты повышения квалификации, которые вот сейчас уже у нас появились. Дистанционные, где можно, сидя дома, прослушать вебинары интересные, посмотреть, поучаствовать в семинарах, практикумах. Это стало больше процент педагогов, в которых они участвуют. Спасибо большое, Елена Александровна. Алексей Александрович, я прошу вас сделать какое-то резюме по неформальному образованию. И, может быть, еще несколько слов по информальному образованию. Мы не обсудили еще вот… Извините, это я поторопилась. Да, вот оно, наше информальное образование. Да, коллеги, действительно, очень важное мнение сказали. И здесь есть еще две крайности, которые мы наблюдаем. Первое, у нас отсутствует персонифицированная система повышения квалификации и переподготовки, когда сам педагог выбирает вот из реестра или из программ те ему нужные вещи, которые бы он хотел освоить. И если бы был действительно такой реестр или вот тот самый индивидуальный образовательный маршрут, уже самого педагога, у него был бы выбор всегда. И третий вариант по поводу информального образования. Что сегодня рушит этот рынок, который только-только появляется. Просто пример. Одно издательство за 16 часов повышения квалификации за сертификат дистанционный просит 300 рублей. Ну, чтобы мы понимали, да, до какой степени можно обессмыслить ситуацию. И дистанционно за 300 рублей освоить некую технологию, пусть даже в объеме 16 часов, сами понимаем, как это можно сделать. Поэтому есть опасность не родиться информальному образованию как раз в связи с тем, что, к сожалению, рынок очень стихийный и очень дикий. И пока у нас не будут нужных правил, а правила начинаются у нас с аттестационных процедур, которые задаются формальным образованием и поддерживаются в том числе. Мы не перейдем к этой ситуации. То есть информальное образование пока сегодня не учитывается в полной мере в рамках повышения квалификации и переподготовки вот тех же аттестационных процедур. И мы понимаем, здесь есть определенный регламент, если мы его уберем у педагога, они все станут неформальными, потом нетрадиционными, а потом мы потеряем уже педагогов дошкольного образования. Потому что у нас сегодня все дошкольники осваивают нетрадиционные техники. И мы видим, они уже на себе рисуют, чтобы детям было интересно, а детям интересно, и мы говорим, значит, это хорошо. А то, что педагог теряет традиционную методику сегодня, и мы потеряли уже ясельный возраст и ранее с точки зрения методики, а с этого года мы их начнем вспоминать, а вспоминать уже нечего, вот здесь будет интерес. Поэтому все образования и предложенные системы должны работать, извините за тавтологию, в системе. Если они будут друг от друга взаимозависимы или друг с другом хотя бы взаимосвязаны, мы увидим эффект у самого педагога. Пока у педагога, как у дошкольника, очень эклектичное сознание и мышление. Он говорит, я где-то слышала, нам показали такую технику, я сейчас просто с конкурса Московской области приехал, воспитатель года, нам там такие техники показывали. Вот гибкая эластичная лента, по-русски это называется эспандер, а у нас это инновация. На секундочку, понимаете? И в каждом саду у нас всегда есть вот такой педагог-старовер, который нашел такую методику, которой ни у кого нет. И это его инновация. Так инновация это то, что может сделать педагог с этой методикой, а не то, где он ее нашел. А чтобы сделать, нужно иметь, ну как минимум, представление о трех системах реализации своего потенциала. Формальной, неформальной и информальной. Вот эти три системы, и сегодня, может быть, неважно, в каком ранжире они идут для педагога, они должны быть в нашей жизни, чтобы педагог был в первую очередь для себя успешен, а для других конкурентоспособен. У нас сегодня он сам с собой конкурирует, и вместе с другими он совершенно неуспешен. Вот вспомните свои коллективы и скажите, кто у вас успешный педагог. И потом задайте второй вопрос, благодаря чему он успешен. И это не будет связано ни с первой системой, ни со второй, ни с третьей. Понимаете, в чем дело? Поэтому пока эти системы не будут работать на самого педагога, а они не будут до тех пор, пока сам педагог будет брать любую из них пассивно, как Наталья Михайловна Крылова говорит, они существуют как посылки на этих курсах, они отрабатывают там наказ руководства. Вот эти две линии я бы хотел подчеркнуть, что это зависит в первую очередь от педагога, но и должно быть ориентировано на самого педагога. Спасибо. Вывод сделан. И следующий вопрос, который тесно связан с тем, что только что сейчас Алексей Александрович говорил, чему, собственно говоря, нужно учить педагога и чему он сам может научиться в этих трех формах – формального, неформального и информального образования. Что наиболее востребовано нашими педагогами или их работодателями? Давайте посмотрим с точки зрения педагога и с точки зрения работодателя. Будь то базовые навыки, будь то общие компетенции, специальные компетенции, реакция на какие-то профессиональные дефициты или личностное качество. Мы предлагаем рассмотреть вот эти вот варианты. И начнем с первого, с базовых навыков, которые мы называем навыками успешной профессиональной деятельности. Конструктивные, организаторские, исследовательские или гнасиологические навыки, коммуникативные навыки. Насколько вообще, по вашему мнению, актуально у педагога развивать эти навыки? Либо это целиком и полностью зависит от индивидуального запроса педагога. В принципе, в системе профессионального образования эти навыки должны были быть у него сформированы. Но, как выясняется, и на многих сессиях в рамках ММСО, не только в рамках нашего дошкольного кластера, но и на многих сессиях сейчас говорилось, что менее половины работодателей удовлетворены тем, какими они получают выпускника организации профессионального образования, будь то СПО, будь то организации высшего профобразования. Даже намного менее половины работодателей этим удовлетворены. Вот насколько важно в системе повышения квалификации возвращаться к формированию базовых навыков, которые должны быть сформированы в системе профессионального образования. Коллеги, ваше мнение? Ваше мнение? Или это опять-таки целиком и полностью зависит от личности нашего педагога? Да, пожалуйста, спасибо. Томск у нас, Томская область, Северск у нас сегодня очень активен. Спасибо вам большое. Очень близкая тема. Я на первом выступлении, первый день, Татьяна Владимировна слышала, я рассказывала об исследовании, которое мы провели в рамках Ассоциации воспитателей России. И мы как раз анализировали курсы повышения квалификации, чем довольны и чем недовольны педагоги, которые на них обучаются. Коммуникативные навыки на втором месте. Очень важная вещь. Для меня, как эксперта конкурсов профессиональных у себя в муниципалитете, важны первые конструктивные навыки. Отбор и организация учебного материала. Когда на конкурс педагог выходит, он старается, опять же, поразить чем-то. При этом подтягивают навыки 6 класс биологии, 10 класс астрономии, еще что-нибудь. То, что для ребенка дошкольного возраста не нужно просто. Организаторские навыки, я бы так сказала, для молодого педагога, безусловно. Организация коллектива детского – это самое первое, с чем сталкивается, с какой проблемой. Но и не только молодой педагог. В принципе, у меня учреждение включает комбинированные компенсирующие группы для слепых, слабовидящих детей. И организация вот в такой группе – это очень большой вопрос, большая проблема. Когда слепой ребенок находится наряду с здоровыми ребятишками, и я вижу, что педагог не знает, как его включить. Он где-то на периферии с сопровождающим. А педагог работает с детьми норма. Поэтому очень важная вещь. И, в принципе, каждый из этих навыков, я считаю, обязательно должен развиваться в течение всей профессиональной жизни. Да, может быть, я здесь тоже прокомментирую. Мне кажется, во-первых, очень важная, спасибо большое, очень важная тема затронута про профессиональные конкурсы. Да, потому что мы сетуем, что педагоги, значит, выступают в жанре «подари голос» или чего-то такого, телевизионных шоу, но может быть, что-то в формате этих конкурсов не так. Может быть, в каком-то другом залоге нужно сами эти конкурсы проводить с тем, чтобы инициировать другие поиски, другие предъявления. А второй, для меня это проблемный вопрос, если говорить о базовых навыках, потому что мы понимаем, что формат повышения квалификации – это 72 часа. Ну, преимущественно, преобладающий. Но вот я здесь вижу такой большой риск, что мы запишем это себе в обязательства или курсы института повышения квалификации, института развития и образования запишут это себе в качестве обязательства, но насколько это выполнимо? Для меня большой вопрос. Спасибо большое за высказанное мнение. У нас есть еще одно. Макарова Татьяна Алексеевна, это ПЕТ-институт, город Якутск. Я хочу поднять именно проблему организаторскую. Вот с введением ФГОС у нас действительно мы не отошли от классно-урочной системы. Наши воспитатели сегодня ведут те занятия, которые были до сих пор. Им надо учить организовать собственную детскую деятельность и организовать собственную педагогическую деятельность по ФГОС. И этому надо сегодня, я думаю, надо учить. Получается, уважаемые коллеги, что те нововведения, которые… Ну, нововведениями-то трудно назвать, они существуют с 2013 года, точнее, с января 2014 наш стандарт вступил в силу. Получается, что они до сих пор нуждаются в подкреплении через систему повышения квалификации, в том числе через формальную систему. Мы от нее по-прежнему ждем большего выхлопа. Я правильно рассуждаю, Алексей Александрович? Ну, подтвердите мои слова. Да, на сегодняшний день… Вы понимаете, что системы переподготовки и повышения квалификации, они практически так же консервативны, как и системы подготовки. Потому что запрос у нас всегда есть, но обратная связь, полноценная и нормальная, которая бы меняла систему повышения квалификации и переподготовки, до сих пор такой действенной и эффективной нет. Отдельные учреждения сами по собственной инициативе ориентируются. Большинство учреждений реализуют программы одни и те же. Мы сейчас до сих пор, вот откроем какую-нибудь страничку, до сих пор найдем повышение квалификации по ВГОСДО. То есть государство уже подвело некую черту, сделало промежуточные итоги, а мы все еще учимся работать по стандарту. С пониманием, что как работать по стандарту, никто не знает. Но мы ездим на повышение квалификации в надежде, что там-то нам расскажут. И некоторые воспитатели приезжают и говорят, знаете, как нас научили работать по стандарту? Мы должны прийти в группу утром и спросить каждого ребенка, что он хочет делать. Каждого просить. Но потом не сказали, что с этим делать. Сказали, начать нужно с этого. Вот пока мы хорошо начали. Четыре года мы с вами начинаем. И, собственно говоря, второй пункт по поводу базовых навыков. Чтобы усомниться, понимаете, мы под этими навыками до сих пор имеем в виду то, что под ними имелось в виду в 70-е годы. Сегодня изменилась коммуникативная функция педагога. Да, но давайте спросим аудиторию, сколько человек встанет, каждый по-своему расскажет про эту функцию. Либо мы ее понимаем однозначно и к ней готовим, либо мы ее понимаем по-разному и не готовим к ней никак. Вот сегодня вот это большая проблема. Поэтому профстандарт педагога нам нужен, но он у нас в таком полупассивном состоянии. Все ему соответствуют, а как конкретно мы не знаем. Мы хотим ему соответствовать. А хочет ли он, чтобы мы ему соответствовали, вопрос пока остается открытым. Потому что процедура верификации, подготовки педагога, переподготовки педагога, повышения квалификации в соответствии с профстандартом у нас нет. Мы очень умозрительно говорим, готов или не готов. Как сегодня принимают на работу дошкольников в детских садах? Расскажите, коллеги. По визуальным рамкам, параметрам или по внутреннему содержанию педагога? Как его внутренне разглядеть-то с первого взгляда? Вот я вам про это и говорю. Основное качество – он любит детей. А это качество измерить нельзя, его можно только визуализировать. Я верю, что он любит детей, надо же так говорить. А он в это тоже верит. И мы строим свои отношения на доверие. А доверие – это что такое категория? Это до того, что я знаю. Я ему доверяю, а доверяет ли он себе? Вот это очень большая проблема, потому что сегодня у нас есть воспитатели, которые уже не соответствуют ни нашей вере, ни своему собственному доверию. Но это не значит, что надо очистить ряды. Поэтому переходим, наверное, ко второму пункту, коллеги. Оксана Алексеевна. Да, я перелистываю, я готова. Второй тезис, который касается общих конференций. Общих компетенций. Общих компетенций. Но это примерно то же самое на самом деле. Потому что мы сегодня говорим, должны быть в сфере отношений, должны быть в сфере организации деятельности, должны быть в сфере взаимодействия и общения, и человек, который владеет предметом. Про предмет мы с вами уже сказали. Методики дошкольного воспитания сегодня, то, чем надо владеть, они, к сожалению, отходят на второй план. Поэтому чем сегодня должен владеть педагог из этих общих компетенций? Есть у аудитории мнение? Или мы вообще так вопросы не должны ставить и говорить, что у педагога не должно быть компетенций? Как вы считаете? Есть компетенции или они не должны быть? Нет, ну компетенции, конечно, должны присутствовать. Причем весь комплекс этих компетенций, включая еще и специальные, мы сейчас к ним перейдем. Что, собственно говоря, я и предлагаю сделать. Потому что формальная система повышения квалификации, она все-таки закладывает в себя какие-то позиции, какие-то формы, которые связаны как раз с формированием этих компетенций. А вот то, что касается специальных, которые позволяют решать педагогу более сложные задачи, связанные не только с реализацией занятий, заложенных в сетку, но также и именно с осуществлением развития воспитания детей как сложного процесса, вот эти компетенции пока у нас в системе образования представлены крайне слабо. И при этом мы говорим о том, что у нас в стандарте заложены, в стандарте дошкольного образования заложены целевые ориентиры, к которым может прийти ребенок к окончанию дошкольного периода детства. И в задачах, которые касаются содержания образовательных областей, у нас заложено формирование таких или развитие таких личностных качеств, как креативность, активность, инициатива, творческое, критическое мышление, вопрос заключается в том, как может педагог, не обладающий этими компетенциями, сформировать их у ребенка. Получается, что никак. И я, наверное, выражу, может быть, общее мнение, может быть, кто-то попытается его оспорить, в том, что в формальной системе повышения квалификации мы, к сожалению, очень мало внимания уделяем именно формированию этих специальных компетенций. Я прошу меня поддержать, перехватить мой поток сознания. Оксана Алексеевна важную вещь сказала, которую можно продолжить. Я бы даже больше сказал, что невозможно это сформировать в формальной системе образования в режиме массовой работы. Это работа индивидуальная. Но кто у нас занимается индивидуальной работой с педагогом, кроме старшего воспитателя, которому тоже иногда нужна примерно такая же помощь? Это не значит, что круг замкнулся. Это значит только одно, что этому нельзя научить, но этому можно научиться. И тогда мы акцент ставим на систему неформального, опять же, и информального образования. Другой вопрос, что поскольку эти системы у нас все еще в процессе своего становления, мы говорим, что у педагога эти качества тоже в процессе своего становления. А без них, к сожалению, не будет у нас успешного педагога. Вы же помните присказку, все воспитатели творческие люди. Но когда начинаешь углубляться в эту ситуацию, оказывается, что вместо творчества у них просто богатая фантазия. У них даже и воображения нет. У них богатая фантазия. Фантазия это то, что развивается, когда нет воображения. А у детей воображение только формируется. Я вам просто пример приведу. В Московской области к детям в группу в гости пришел Незнайка в скафандре. Незнайка в скафандре. Вы представляете, как страшно, если бы он сюда зашел. Половина детей не знают, кто такой Незнайка. Половина ни разу не видели, как он выглядит в скафандре. Но все дети группы узнали, что это Незнайка в скафандре. Это называется хорошо организованная предварительная работа при отсутствии критического мышления, творческого мышления и креативности. Зато к 12 апреля проведен праздник и галочка поставлена. День космонавтики отметили. Коллеги, можно вернуться к третьему тезису? Я хотела просто два слова сказать о том, что на самом деле, я думаю, критическому мышлению и конструктивному взаимодействию, и творческому мышлению научиться-то, наверное, все-таки можно. Просто формы работы с педагогами должны быть другие. При фронтальных формах работы, как правило, это не получается. Будь то лекция, или семинар, или еще что-то, это невозможно. А вот работа малыми группами, индивидуальная работа, возможно, это могла бы и предположить. Опять же, другой вопрос. А кто так работает? Какой институт развития образования? Какая академия повышения квалификации? Так работает. Какой институт усовершенствования учителей? Так работает. Нигде, никто, никогда. Я, коллеги, вопросы вначале были сформулированы вечные, отвечать на них мы, конечно, можем вечно, но, к сожалению, у нас время ограничено сейчас. Я хочу просто обратиться на счет два заявленных спикера. Я хочу обратиться к Ирине Юрьевне и Татьяне Ивановне. Может быть, как-то… Нужно установить презентацию, Ирина Юрьевна. Татьяна Ивановна, да? Попросить презентацию. Коротко, да. Я бы хотела сказать, что я как раз представляю организацию Рыбаков фонд, университет детства. В заявленной квалификации мы больше представляем неформальное и информальное образование. В основе всех наших проектов это лучшие практики, объединенные со средой общения и развития. Мы опираемся на тезис Свиготского о том, что социальная среда развития является главным источником развития личности. В каждый наш проект заложена определенная траектория роста педагога и направления развития. У нас есть программа дошкольного образования, программа про детей. Она была представлена 18 апреля автором нашей программы Еленой Бодровой. Программа написана в соавторстве с Еленой Юдиной. Сейчас она проходит экспертизу Федерального института развития и образования. Так вот, педагоги, которые включаются в работу по этой программе, это, как правило, мотивированные люди, которые по собственному желанию приходят на наши тренинги, где мы как раз делаем работу в малых группах. Они включаются в обучение, начинают применять свои знания на практике и в дальнейшем у них есть возможность стать тренерами этой программы и уже делиться своими знаниями со своими коллегами и дальше со всеми заинтересованными в обучении. Следующий наш проект – это конкурс Выгодского. Очень интересный проект, где педагоги могут не только представить свой опыт, пообщаться с коллегами, но также выступить. Победители конкурса имеют возможность выступить на региональных площадках, в том числе и организовать их сами. У нас есть такие случаи. То есть педагоги, попадая в эту среду, они становятся очень активными и хотят нести дальше те знания, тот опыт, который они приобрели. Летняя школа конкурса – это отдельный наш проект. Туда приезжают лучшие педагоги, которые захотели повысить свои компетенции. И мы предлагаем им не только развитие в профессиональном плане. В прошлом году, например, у нас большая секция была посвящена социальному проектированию. Это нашло большой отклик у педагогов. И в частности, родилось во всероссийский проект, который называется «Игра 4D». В него включены 56 регионов. И кульминацией этого проекта будет 19 мая. Всероссийский фестиваль «Игра 4D. Дети движения. Дружба. Двор». К нему можно подсоединиться при желании, поучаствовать. Условия все очень простые. В этом году на летней школе мы предложим такую траекторию развития, как наставничество, где педагоги смогут попробовать и узнать, что такое передача своего опыта, качественная. У них будет возможность пообщаться со студентами, победителями нашего конкурса. И дальше при желании развиваться в этом направлении. Но мы опираемся, безусловно, на опыт экспертов. Спасибо им большое. 144 региональных экспертов участвуют в наших проектах. В частности, конкурс Выгодского, состав совета конкурса в этом году. Вошли Татьяна Владимировна Волосовец, Елена Смирнова. У нас в совете конкурса Александр Осмолов, Елена Кравцова. В общем, мы находимся в тесной связке. Спасибо им большое за это. Таким образом, Ирина Юрьевна, если позвольте, я подхвачу. Мы видим, что действительно сейчас система повышения квалификации и в виде формального образования предлагает разные формы на самом деле. И важно, чтобы наши педагоги были проинформированы. Руководители дошкольных организаций, руководители органов местного самоуправления в сфере образования были просто-напросто проинформированы, обладали всей полнотой информации о различных видах обучения педагогов, повышении их профессионального уровня. Если позволите, с дефицитом времени я бы хотела перейти... Да, у нас осталось всего 10 минут, нам подсказывают. Я бы хотела перейти к вопросу о развитии, да, вот чему учить. Последний тезис – развитие личностных качеств педагога. То, о чем мы говорим, и то, что мы сейчас называем навыками 21 века, навыками и компетенциями 21 века. Речь идет совсем не о цифре в нашей жизни, а речь идет о тех личностных качествах, которые позволяют человеку быть успешными при реализации любой профессиональной деятельности. И о тех личностных качествах, которые мы, в принципе, должны развивать у наших детей. Их начало, их предпосылки закладываются именно в дошкольном детстве. И вот на это тоже важно обращать внимание, как раз при выборе неформального и информального образования. Но это с моей точки зрения. Переходя к последнему вопросу, вот даже, нет, 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 все правильно, перелесну то, о чем хотели говорить, и хотела остановиться все-таки на последнем вопросе о качестве вот этого обучения, формальной, неформальной и информальной системе, которое мы хотели бы получить. Алексей Александрович, передам слово. Спасибо, коллеги. Ну, поскольку нас призывали сделать, ну, не в смысле сделать исследование, но давайте сделаем короткий срез по качеству подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Вот я попрошу аудиторию проголосовать по первому пункту, кто удовлетворен качеством своей подготовки. Мы записывать не будем ни области, ни фамилии. Нам важно увидеть некий срез. Кто удовлетворен качеством своей подготовки, в смысле в УЗИ, в колледже, в училище, по профессии педагог. Да, поднимите, пожалуйста, руку, кто удовлетворен качеством подготовки. Спасибо, опустите. Кто не удовлетворен качеством своей подготовки? Вот условное количество по соотношению с предыдущими, это примерно четверть или даже пятая часть. Вот просто срез, да? Теперь по поводу переподготовки. Из тех, кто проходил переподготовку в объеме там не менее 520-540 часов. Кто удовлетворен качеством переподготовки, если таковые были? Проходили и удовлетворены 7 человек. Кто проходил переподготовку и не удовлетворен качеством своей подготовки? Согласитесь, больше в два раза. Ситуация понятная? Повышение квалификации. Возьмем минимальный объем 16 часов, потому что все от этого пострадали за последние 5 лет точно. Как минимум 16 часов мы посетили, прослушали, освоили. Кто удовлетворен качеством повышения квалификации в объеме 16 и более часов? Пожалуйста, поднимите руки. Те, кто проходил, всего 4 человека проходило. Кто не удовлетворен качеством повышения квалификации в объеме 16 и более часов? Опять же, ровно в два раза больше. Я не буду сейчас делать выводы, о чем это нам говорит. Сделаем просто общий вывод, что качество своей подготовки мы не отрицаем, потому что это то, что в нас уже достаточно укоренилось. Нельзя сомневаться против самого себя, правильно? А вот те вещи, которые можно, которыми управлять, но которыми, к сожалению, мы еще не управляем, нас не совсем удовлетворяют. Ответ в первую очередь очевиден, что, видимо, нужно этим самим научиться и начинать управлять, выбирать, предъявлять требования, получать результат, который вас устраивает и удовлетворяет. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у меня сложилось такое впечатление, что, с одной стороны, разговор начали интересный, но время наших возможностей очень ограничено. Мы работаем с вами не в рамках научно-практической конференции, не в рамках научной, не в рамках метод объединения. У нас выставочное мероприятие. Поэтому ощущение такое, что хочется еще об этом поговорить, а время поджимает. Но я как модератор не могу не дать слово Татьяне Ивановне Гризик, потому что, с одной стороны, мы сегодня уделили огромное внимание формальным, неформальным, информальным, возможным вариантам повышения квалификации, но ничего пока не сказали о средствах массовой информации и в том числе о профессиональных журналах. Татьяна Ивановна, вам слово. Спасибо большое. Но я постараюсь только вас нацелить, как я очень часто люблю говорить, об этом здесь прозвучало. 16 часов не хватает, этого времени нам не хватает, нам все время не хватает времени. Поэтому я только траекторию мысли могу вам сейчас задать, даже не листая презентацию. Это уже, ну, она будет у вас в доступе, поэтому, если интересно, то вы посмотрите. Вообще роль СМИ, она очень велика на самом деле, вообще в нашей жизни, в профессиональной в том числе. То, о чем сейчас поднимаются проблемы, вот они начали подниматься, и очень хорошо, что такой живой диалог, который, я надеюсь, будет продолжен. И очень часто, вот даже по отголоскам вчерашнего дня, куда мы идем за информацией? То есть я о роли этой СМИ. Куда мы идем часто за информацией? В интернет. А интернет это тоже у нас сейчас разновидность СМИ, средств массовой информации. Сейчас диапазон, он очень большой. Он есть у нас на бумажных носителях, и он нам нужен. Он есть и в электронных носителях, тоже нам нужен. Это своеобразная такая ситуация нашего времени. Я сейчас, мне очень хотелось, я говорю, траекторию мысли задать. В следующем направлении. СМИ играет колоссальную роль. Но у нас современное поле, очень средств массовой информации тоже содержит ряд колоссальных проблем, в том числе и на рынке. Видите, я даже это слово произношу, к сожалению. Ну, капитализм строим, значит, рынок. Понимаете? И на рынке профессиональных, как говорится, СМИ. С одной стороны, дорогие друзья, если раньше было все в этом мире, все со своей медалькой с двумя сторонами. Есть всегда что-то положительное, есть всегда что-то, ну, риски отрицательные, не хочется говорить, но риски обязательно есть. Раньше было как? Одна программа на всю большую родину, одно СМИ, это как раз журнал, который 10 лет назад мне, я благодарна, я возглавила. Это дошкольное воспитание, которому в этом году 90 лет. Это журнал, летопись, история нашей системы на самом деле. Поэтому я считаю только заодно это, не потому что я главный редактор, а потому что я тоже дошкольник и прошла путь от воспитателя, и он был у меня настольной книгой. И, как говорится, когда я в саду, я даже не думала, что когда-то я тоже к этой летописи приложу свои руки. Поэтому, дорогие друзья, конечно, он был один, он был ориентир, все это понятно, была концентрация. Сейчас исследования в области СМИ проводятся, они распространяются и на профессиональные СМИ. У нас сейчас проблема в том, что, к сожалению, профессиональные СМИ, оно стало разобщенным. Оно как бы разорвало. Вместо того, чтобы объединять это поле образовательное, у нас сейчас идет, извините, раздрай. И поэтому, если мы начинаем работать с теми, с потребителями этого поля, с вами, с профессионалами, то, с одной стороны, у вас широкое, то есть это счастье, что у вас есть, вот это любимое, оно звучит все время, это слово, вариативность во всем. Хочешь, иди к этому источнику, хочешь к тому, хочешь к другому. Это замечательно. Но на самом деле у нас появилась другая проблема – ориентации в этих источниках. И поэтому иногда, то есть ваш профессионализм, вот все здесь связано одно с другим. От профессионализма, от того, как ты умеешь с этим работать, зависит, возьмешь ли ты то, что тебе поможет в этой работе, тебя, как говорится, продвинет и как личность, и как профессионала. А если мы вспомним начало нашей с вами встречи, и первый вопрос, который обсуждался, учиться, не учиться, застыть, не застыть. Да, конечно, не застыть. То есть если мы вступили на это поле, наша профессия – это из категории живых профессий. Это не застывшие профессии. Они динамичны и всегда требуют движения вперед. Спасибо, Татьяна Ивановна. Спасибо. Я считаю, так что, так как мы идем на встречу 90-летию журналу «Дошкольное воспитание», здесь, наверное, ни одного человека, кто его не читал. Давайте аплодисменты авторам, создателям, ученым, которые там публиковались. Это действительно наш самый любимый. Сейчас их много, но этот любимый. Коллеги, разрешите мне поблагодарить сегодняшних спикеров и уже ставшей традицией нашего кластера вручить благодарственные письма тем, кто с нами сегодня работал. Ирине Юрьевне Бакадоровой, Алексею Александровичу Майеру. А где Татьяне Ивановне письмо? Сейчас принесем, Татьяна Ивановна. А, вы вчера забрали. И Игорь Богдановичу Шияну. Извините, я уже забыла. Вчера и позавчера, и сегодня все слилось в один длинным ММСО. Спасибо большое, коллеги.